Введение карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции сильно изменило обычный уклад жизни. Но в любой ситуации надо искать положительные стороны. Именно так и сделали в Кировском сельском поселении. Пока учреждения культуры были закрыты для посещения, там провели ремонт, чтобы с окончанием ограничительных мер сразу же приступить к активной клубной деятельности. Продолжается в поселении и работа по благоустройству. О том, что уже сделано и планах на текущий год, смотрите в следующем материале выпуска. Уже на въезде. Кировское сельское поселение встречает чистыми, ухоженными улицами и хорошими дорогами. Центр поселения – хутор Голицын – больше похож на небольшой город, нежели на сельскую глубинку. Везде высажены цветы, благоустроены парковые зоны, оборудован фонтан с подсветкой. Постоянно поддерживается санитарный порядок. И жители принимают самое активное участие в благоустройстве поселения, что не может не радовать. Люди, видимо, глядя на то, что у нас относительная чистота во всех населённых пунктах, просто не ссорят. Это, наверное, разительная чистота нашего поселения. Люди сегодня садят цветочки. То есть в этом плане, в плане благоустройства, самое главное, что люди этим начали заниматься, не конкретно от самоадминистрации. Сегодня мы занимаемся покосом травы в ежедневном режиме. В этом году было окончено строительство современной спортивной площадки. Построена она по краевой программе и оборудована всем необходимым для занятий спортом на открытом воздухе. За счёт поселения вдоль нового комплекса проложен плиточный тротуар и оборудована парковка на 20 машин. Пока площадка закрыта для посещения, но как только будет разрешено, состоится её торжественное открытие. И жители смогут здесь заниматься физической культурой и спортом. Работы по благоустройству в поселении ведутся постоянно. Сейчас приступили к строительству тротуара от улицы Мира до общежития. Уже сделан тротуар в переулке Молодёжном. С этим вопросом жители обращались к главе поселения. Их просьба была выполнена. Доволен тем, что услышали наш голос. Наш голос. Простых рабочих, бывших. Мы же пенсионеры уже. И пошли на встречу. Сделали то, что обещали. Не обещали. Обещали. Было это возможности. И появилась возможность. Сделали. Спасибо. Работы по ремонту дорог и тротуаров будут продолжаться в течение всего года. На эти цели планируется потратить 5 миллионов рублей. Сегодня сделано тротуар в хуторе Голицын. Порядка где-то на 600-700 тысяч рублей. И работа эти продолжаются. Сегодня планируем заасфальтировать площадку перед ФАПом в Красноармейском городке. Сегодня планируем подремонтировать по ямочному ремонту дороги в хуторе Голицын. Установить знаки дорожные. Всё это за счёт средств дорожного фонда. Большой объём работ был выполнен по ремонту мемориалов солдатам Великой Отечественной войны. В поселении 4 памятника. И к 9 мая все они были приведены в порядок. В хуторе Беликов в честь 75-летия Победы высажен сад памяти. В честь 75-летия на 100 тысяч взяли деревьев администрации. И вот сад памяти от этого собралось почти 50 человек. Мы её в течение двух часов и посадили всё, вырали, посадили, полили всё сразу. Ну и сейчас поливаем, ухаживаем, поподвязывали. В этом году в бюджете поселения заложены средства на приобретение ещё дополнительных саженцев, чтобы продолжить аллею до самого клуба, а также полностью заасфальтировать дорогу к мемориалу. В хуторе Беликов есть и большая парковая зона с детскими и спортивными площадками. В благоустройстве территории принимают активное участие как сами жители, так и хозяйство Новопетровское. С приобретением дополнительных спортивных тренажёров помог и депутат ЗСК Виктор Чернявский. Кроме этого, ТОС хутора Беликов в шесть раз становился победителем и призёром краевого конкурса на самую благоустроенную территорию. Полученные в качестве поощрения средства шли на дальнейшее благоустройство хутора. «Занимали начиная с 2013 года по 2018 включительно. Одно первое, три вторых и два третьих. Вот из тех, что из таких наиболее значимых, этот фонтан, это было 500 тысяч, это мы получили в 2015 году, мы его сразу в 2015 году и сделали. Вот сюда ушло почти 90 тысяч, дальше на освещение, тротуары, парк сам, оснащение. Покупали деревья, закладывали клумбы, закладывали и так далее. Потихонечку они развивались. Хутор большой, протяженность большая, хочется везде, чтобы свет был, и тротуарчики где-то поделать. Привлекаем население, с удовольствием приходят, и молодежь приходит, помогает, и по покраскам, и таким вот работам. Где-то подкрасить, где-то подсадить что-нибудь. Поэтому не обделены. В каждом населенном пункте Кировского сельского поселения есть свое учреждение культуры. Всего пять клубов и три библиотеки. Во время карантина они, так же, как и учреждения спорта и образования, перешли на дистанционный формат работы. Во время карантина и дальше мы продолжаем работу в дистанционном режиме. То есть участники активные, детки у нас, у нас и хореография. Но пока по техническим возможностям мы не можем проводить хореографию. Мы сейчас ведем досуговые, какие-то тематические, патриотику мы больше продвигаем, конечно. Ну вот досуговая у нас была совсем недавно, фотовыставка у нас была, то есть мой любимый питомец. Поскольку клубные учреждения пустовали из-за карантина, чтобы не терять времени даром, администрации поселения было принято решение их отремонтировать. Вот сейчас появилось чуть больше времени и проводим ремонтные работы. То есть приводим в порядок территории ближайшие, фасады зданий выбелены, подведены, внутри помещения тоже, где надо подкрашены, подштукатурены и все остальное. То есть, чтобы снялся карантин, а у нас все было готово к приему наших вот и детей, и взрослых. В сельском клубе «Хуторо-Крастормейский городок-1» помимо ремонта и установки дополнительного оборудования для сцены, была обновлена и детская площадка. На ней установили новые качели, горки, дополнительные лавочки. У меня двое детей, младшему 6 лет, и мне очень удобно. Я отправила на площадку, гуляют. В этом году поставили новые горочки, новые карусели, девочки все покрасили. Замечательно. Спасибо большой администрации. Кировское сельское поселение заняло третье место в краевом конкурсе на самое благоустроенное поселение. Призовой фонд составил полтора миллиона рублей. Деньги уже поступили на счет. Глава поселения планирует потратить их на дальнейшее благоустройство и решение проблемных вопросов, поступающих от жителей.